Доброе утро, дорогие друзья! Я рад снова приветствовать вас на Духовном Завтраке. С вами сегодня пастор Дмитрий, Крапивинский Христианский Центр. Друзья, давайте сегодня откроем книгу Деяний, 14 главу и прочтем 19-20 стих. Из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи. И когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря, они не говорят ничего истинного, а все лгут. И, возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим. Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город, а на другой день удалился с Варнаву и в Дергию. Аминь. И вот такая вот неоднозначная история, потрясающая. Мы видим, что апостол Павел проповедует, ученики проповедуют и запроповедь их побивают камнями. Вот Павла побили камнями и побили так, что почитали его умершим. Вот. И вытащив за город, вот, оставили. И, знаете, что в этой истории меня, вот, поражает, вот, вдохновляет, то, что апостол Павел встал только тогда, когда ученики собрались. Только когда, вот, церковь собралась, да, вот, где двое или трое, там и я с вами, говорит Господь. Вот. Не раньше, не позже, а вот именно когда пришли ученики, Павел встал. И, знаете, это для меня такой образ, что, вот, зачем ходить в церковь? Зачем ходить на собрания домашней церкви? Зачем собираться? Тебя вот в этом мире, тебя, меня, в окружающем мире каждый день каким-то образом бьют камнями, убивают. И вот только в собрании ты можешь подняться. И собрание призвано к тому, чтобы поднимать людей. Вот. Каждый из нас сегодня, вот, пусть задумается об этом. Что, вот, какую функцию, какую роль я выполняю в собрании? Вот. Поднимаю ли я людей? И другой вопрос тем, кто сегодня, возможно, получил удар, вот, камнем, уже при смерти, и думает, да, да, что я туда пойду, да, что мне там делать? Уже где-то вот ложь сатанинская уже пленила мысли человека, и он уже думает, да, не буду ходить, ничего мне не поможет, и вот, ничего хорошего там нет. Возможно, еще какая-то ложь пришла. И вот пусть эта ложь сегодня будет разоблачена, разрушена, что ты придешь в собрание, и Бог тебя поднимет. Братья и сестры тебя поднимут. Тебе жизненно необходимо быть в собрании. Мне жизненно необходимо быть в собрании. Когда я прихожу в собрание, я поднимаюсь. Вот. Исцеляюсь. Мои мысли приходят в порядок. Бог действует со мной. Вот. Исцеляет меня, благословляет меня. И этим утром хочу увещевать вас, братья и сестры, не оставлять собрания своего. Вот в собрании, вот эта полнота благословения Божьего, полнота Христова, она в церкви. Поэтому не оставляйте собрания. Не позволяйте мыслям, вот этим гнилым, лживым, лукавым сбить вас с пути. Иногда бывает, мысли такие приходят. Ты оступился, что ты сделал не так. И мысль приходит, ну я вообще грешник никакой. Там все святые, что мне там делать с грешником? Знаете, друзья, Бог свою любовь нам доказал тем, что Христос умер за нас, когда мы были грешниками. Тем более, когда ты сегодня уже святой, но замарался, оступился. Беги в собрание, не оставляй собрания своего. Бог тебя поднимет, обязательно поднимет на высоты. Благословляю вас этим утром и оставляю вас с этими мыслями. Давайте поднимать людей. Давайте в собраниях позволять Богу действовать, чтобы люди воскресали. Аминь. Аминь.